Я знаю, что я вам хотел в чат показать. Я вам хотел... Мне тут кинули... Мне тут кинули кое-что. Давайте я вам кое-что покажу. Я уверен, что вы не смотрели на это с такой стороны. Я просто... Я уверен, ребята. Сейчас я предлагаю вам окунуться в минутку... А может быть даже и не минутку, а... Ну, в общем, в что-то... В что-то глубокое. Может быть даже отчасти философское. Надеюсь... Надеюсь, вы готовы, чат. Добрый день, дорогие друзья. Что вы знаете о музыке Нурминского? Вы наверняка думаете, что, возможно, это рок-исполнитель. Или какой-нибудь популярный техно-электродиджей. Но нет, вы оказались совсем неправы. Нурминский — это любовь. Нурминский — это нечто более глубокое и осмысленное, чем вы привыкли воспринимать. Нурминский дает вам свободу выбора половых партнеров. Никто не осудит вас. Ни ваши друзья, ни коллеги. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Рок... Свобода. Свобода... Как же я хочу, чтобы в этой свободе Нурминский оттрахал меня вот таким здоровенным членом. Одобряю! Красавчик. Савчик, а сейчас я попрошу минутку внимания для того, чтобы объяснить вам, что же такое Нурминский и что скрывается в его музыке. Приступаем. Произведение о Нурминского джип открывается экспозицией неблагополучного района собирательного образа. Кварталов, где процветает алкоголизм и наркомания. Стоит отметить, что несмотря на то, что лирического героя явно угнетает окружающий его серость и быт, он неразрывно связан с уличным миром. Как бы ни хотелось ему абстрагироваться от действительности, никого не видеть и ни с кем не разговаривать, район в широком его понимании со всей философией и отпечатком на личности не позволяет этого сделать. Лирический герой Нурминского силится обезопасить своих товарищей, вытянуть их из омута, подъездные романтики, навязанные когда-то давно и не отпускающие по сей день. Опасность для пацанов с улицы представляют не только им подобные, большую угрозу представляют и менты, что в страхе держат всю округу. Автор предупреждает, беги куда неважно. Он понимает, что сейчас он и его окружение находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны криминальная и опасная жизнь, с другой размеренная и спокойная. И лирический герой явно тяготеет ко второй, тем не менее явную трудность для него представляет расставание с прошлым. Он восклицает, как перестать бояться. Именно это и приводит его к такой мысли. Купить бы джип бронированный. Для него это способ изолироваться от внешнего мира, закрыться от всех проблем. Плотная тонировка джипа не позволяет окружающим увидеть состояние лирического героя. Вскроет его от посторонних глаз. Так лирический герой выражает свое желание смотреть на мир со стороны, не участвовать в распрях и беспределе. Лишь наблюдать, сидя за плотными стенами бронированного автомобиля. Джип, о котором так вожделеет персонаж Нурминского, есть олицетворение оболочки, которую герой так жаждал обрести все то время, что он провел на улице. Более того, мечта и иллюзия такой защитной оболочки для героя становятся более реальны, чем остальные средства обретения внутреннего покоя, а именно религии. Герой вопрошает, помогут ли полумесяцы кресты? Намекая, что ни одного из верований сейчас не способно подарить ему столь желанный покой и умиротворение. К теме веры Нурминского впоследствии возвращается еще не раз. Нурминский, вернее. Во второй части произведения лирический герой представляет перед нами уже в более одухотворенной личностью, исполняя роль дворового пророка, предлагая своим братишкам раскаяться во всех совершенных грехах. Он несет преисполненный свою философию таким же, как он, желая изменить к лучшему окружающий его мир. Он уже стойко намерен отойти от дела, уступая дорогу молодым. Он сравнивает жизнь на районе с дымом, как бы говоря, что это туманное, временное и нестабильное явление. Что рассеется вмиг, не отрицая при этом, что кто-то в такой жизни действительно нуждается. Спасение для себя герой находит в помощи и поддержке своего ближнего. В очищении и искуплении своих грехов он призывает «протяни руку помощи», говоря о том, что этот путь способен рано или поздно избавить от проблем всех пацанов. Герой не отрицает, что познание придет к товарищам небыстро. Риторический вопрос и сколько ждать? Казалось бы, говорит об отчаянии персонажа Нурминского, Однако следующие строки «Не надо мне летать, я просто хочу» явно свидетельствуют о его намерении продолжать следовать выбранному пути, менять свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему. Автор Юджин Вилл Благодарю вас за внимание, дамы и господа. Теперь вы понимаете, что музыка Нурминского — это не просто, не просто куром на смех. Это что-то большее, что-то лучше, чем рок, что-то лучше, чем техно-R'n'B. Это, не знаю, это любовь. Любовь ближнего к ближнему. Большое спасибо, что уделили эту минутку для вашего просвещения. С вами был Юджин Вилл и двоего любовника. До свидания. А теперь вопрос, где ты его откопал? Мне скинули. В общем, мне скинули ссылку. Ребят, если ты не понимаешь, о какой песне шла речь, то... Всё, это философия! Вот здесь. Как здорово! Как здорово! Вы знаете, вот такой тип фанатов — это такой, тот случай, когда, мне кажется, что этот чувак, он понял, что он зашкварился. То есть, смотрите, он явно считает себя не тупым, этот парень, сто процентов. И он такой сидит, блядь. Так вот, и о чём? Знаете, тот случай, когда чувак считает себя явно не тупым, но он себя считает. Я не говорю, что он такой, да? Он себя считает таким. И ему понравились треки Нурминского. И он понимает, что треки Нурминского, блядь, это полная бодлота и тотальный пиздец. Но ему нравится. И он хочет давать их в плейлист. И ему нужно оправдать себя перед другими людьми и перед самим собой в первую очередь. И тут начинается поиск глубинного смысла. Он не может признаться, что ему просто понравилось говно, потому что он тупой. Нет, надо... Ему понравилось говно, потому что это вовсе не говно! Но на самом деле, лирь и пошло, поехало. Боже мой, блядь. Боже, боже, боже мой. Что у него ещё в аудиозаписях? Пума! Я не знаю, что такое. Риф Гош какой-то прям. Я не знаю, кто всё это... Ну ладно, не важно. В общем, весело, да, чат? Весело, весело живём.